Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас обзор столовых сортов винограда. Конечно, я где-то еще в видео буду повторяться. Год был сложный, год был тяжелый. Начались все проблемы еще с прошлой осени. Потом была очень проблемная весна, но тем не менее урожай есть. Что мы с вами сегодня посмотрим? Супер экстра. Здесь она висит вместе с Аркадией. Вот это длинные гроздья супер экстра. Большая, крупная ягода. Куст молодой, на самом деле второе его плодоношение. Плюс погодные условия, ему все простительно. В прошлом году, 22 августа, он уже был готов. В этом году, на конец августа, буквально пару дней еще повисеть и уже можно съесть. Хотя на самом деле, в принципе, уже можно съесть. Приятный мускатный аромат, чуть-чуть можно было бы дотянуть сахарку. И что касается каких-то других нюансов в плане устойчивости к заболеваниям, никаких проблем с этим сортом замечено не было. Ну, повторю, что в этом году, конечно, урожай скромноватый. Я думаю, что потенциал у сорта может быть гораздо больше, особенно для северных регионов, ввиду раннего срока созревания. Русвен янтарный, кустик молодой, это его второе плодоношение. Но, к сожалению, видите, грозди не совсем красивые, плохо опылились, ввиду неважных погодных условий. По цвету переход ягоды, вот такого молочно-белого, не просто так назвали его, янтарный переход в такой красивый янтарный цвет. Ягода сладкая, без кислинки, но при этом она не приторная, очень приятная на вкус. Ну, вот здесь ягодки такие покрасивее, покрупнее, вот по сравнению с моей рукой. То есть, в принципе, может давать вполне хороший и достойный урожай. По срокам созревания в прошлом году он был полностью готов, хотя это было его первое плодоношение, сигнальная грозь, 22 августа. В этом году чуть-чуть с опозданием, ну, по этому году вообще сложно чего-то судить. Исходя вот из этих двух лет, его срок это 3-4 неделя августа. При нормальных погодных условиях в Минской области он уже будет полностью готов. А вот русвин янтарный на 14 сентября. Смотрите, мелкие ягодки, они стали такие вот янтарного цвета. Очень хорошо висит, не трескается, никто его не кушает, кроме нас. Хорошо на кустах сохраняется. И со временем, если изначально он был просто сладкий, со временем он приобретает такой приятный фруктовый аромат. Ну, конечно, у каждого свои ассоциации с ним. У меня, наверное, немножко такое близко, может быть, к желтой спелой сливе. И он очень сладкий, но сладость, она мягкая, она приятная, она не приторная. Ягода, несмотря на такую долгую весеннюю, она не размягчается, она хрустящая. И, конечно, лакомкам, которые очень любят сладкое, такая ягода очень понравится. Это у нас сеня. Видите, грозди немножко разные по размеру. Для этого года это вообще не показатель. Здесь у нас две такие самые красивые. Я думаю, что килограмм они легко вытянут. В прошлом году, кстати, сигнальный урожай. Вот тоже были вот такие вот, пару гроздей приблизительно такого размера. На 14 сентября полностью готов. Хорошо висит на кусте. То есть, если нет возможности сразу снять, либо хочется все время кушать свежую ягоду, то вполне может висеть. Он не трескается. Ягода не загнивает. Несмотря на то, что здесь условия у него не очень, я покажу. Здесь у нас доски лежат. А с другой стороны, там много соседских кустов. И такой получается не очень проветриваемый коридор. Но несмотря на это, ягода ничем не поражается, ничем не болеет. И никаких проблем нет. Что касается вкуса. Вот это все вместе сбалансированно создает целую гармонию вкуса у этого сорта. По срокам. Я уже говорила, что в прошлом году, это конец августа, начало сентября он был готов. И это был сигнальный урожай. Сейчас на 14 сентября он полностью готов. Но этот год мы сроки особо не мерим. Мы понимаем, что у нас в этом году 2-3 недели задержки в созревании урожая. Это вполне нормально. Что касается самого куста. Заметьте, уже вызревшая лоза. И вызревшая она где-то на 2 трети. Причем сене никакая помощь в вызревании лозы абсолютно не нужна. Он прекрасно справляется со всем самостоятельно. Куст-труженик способен плодоносить на всем чем угодно. Специально вот оставила, чтобы показать урожай на пасынках. Ну, конечно, такой урожай надо убирать, если у нас есть основной урожай. Потому что он нагружает куст. Вот эту гроздочку сразу не заметила. А потом оставила вам показать. Киш-Миш-Запорожский обычно выдает очень большие грозди. Он когда цветет, просто лопатой такие выбрасывает. Но этот год, к сожалению, не порадовал. Опыление было плохое. И поэтому гроздочки получились не очень большие. Но, тем не менее, смотрите. Хорошая, аккуратная гроздь. Но, тем не менее, смотрите. Красиво, аккуратненькие такие гроздочки. Да, конечно, не очень большие. Но и не очень маленькие. Ягоды средних размеров, такая небольшая. Но я бы не сказала, что сильно маленькая. Притом, на самом деле, может быть и больше. Что касается вкусовых качеств. Приятный мармеладик. Очень такая хорошая гармония и сахара, и кислинки. Но ничего не выпирает. Во вкусе все сбалансировано. 14 сентября в этом году готов. В прошлом году готов был раньше. В конце лета его уже смело можно в условиях Минской области кушать. Если где-то чуть севернее, то немножко позже. В любом случае, этот сорт всегда успеет созреть и порадовать своими ягодками. Здесь урожай может довольно долго не гниет, ничем ягода не поражается. Со временем будет заизюмливаться. И такая заизюмленная ягодка тоже очень вкусная. Кстати, в прошлом году я делала из него изюм. Ничего специально не бланшировала. Ничего просто положила сушиться возле камина. Изюм получился очень вкусный. Несмотря на то, что кажется, что ягода вроде бы не очень большая, но с него получается хороший вкусный изюм. Проблем с вызреванием лозы у него нет. Даже в этом не очень хорошем году лоза уже начала вызревать. И я думаю, что вполне успеет к положенному сроку. При этом кишмиш запорожский очень хороший опылитель. Очень хороший опылитель для женских сортов. Единственная его особенность, как многие называют, сорт самоубийца. Он способен закладывать урожая гораздо больше, чем он может прокормить. Поэтому все, что необходимо, это нормировка урожая. Урожай закладывается и на пасынках он выбрасывает грозди. Поэтому пасынковое обязательно убирать. Красавчик Аладин. Крупная ягода, но небольшая грозь. Средний вес грозди где-то 400-500 грамм. Но при этом он может давать 4 грозди на ветке. В этом году мы оставили 2. Когда куст большой, взрослый и сильный, то, конечно, можно оставлять и больше, и получать с него очень хороший урожай. Вот смотрите, даже здесь покажу. Вот розовая грозь одна. Вот вторая. И вот на этой же лозе третья. При этом, смотрите, лоза уже вызревшая. И вызревшая она почти на 2 метра. Сейчас у нас 14 сентября. Ягода уже полностью готова. Был бы хороший сезон, она была бы готова и раньше. Вкус просто потрясающий. Ягода сладкая, ягода хрустящая, ягода очень ароматная. И в ней очень-очень приятный мускат. При этом ягода не трещит. Осы ее не едят. Даже в прошлом сезоне, когда ос у нас было невероятное множество, и осы ели. Все, кроме Аладдина. Несмотря на то, что он очень-очень вкусный. Ну, видно, не раз пробовали. Ягоды Аладдина могут очень долго висеть и сохраняться на кусте. В прошлом году несколько грозди у нас осталось до 23 сентября. А 23 сентября в прошлом году у нас пришли первые заморозки. И ягодку, конечно, прихватили. После этого мы срезали. Ну, винограда хватало. И еще неделю, еще неделю грозди лежали. Причем даже не в холодильнике, просто на тарелке. При этом ягоды полностью сохранили свои вкусовые качества. Единственное, что немножко потерялся хруст, что вполне логично. Но никаких ни посторонних привкусов, ни потери аромата, ничего не случилось. Сорт, что красиво, что вкусно, что неприхотливо. Виктория. Кустик слаборослый, но при этом выдают достаточно хорошие грозди. 500-700 грамм. Это для нее вполне хорошо. Виктория имеет женский тип цветка, но при этом у нас ни разу, ни один год, никогда не было проблем с ее опылинием. Всегда хорошие полноценные грозди. Часто бывает, что Викторию ругают за треск. Но на самом деле, если немножко поработать с увлажнением почвы в определенный период, то никаких проблем не возникает. Вот в этом году знаю, что много чего у кого трещало. Как бы так показать гроздочку со всех сторон. Абсолютно целая. Что касается вкуса и сроков созревания. Сроки созревания в норме у нее где-то первая-вторая неделя сентября. Она полностью готова. Может хорошо и долго висеть на кусте, конечно, если не будут идти проливные дожди. Мякоть хрустящая и очень-очень нежный мускат. Вот вкус у нее просто потрясающий. Из всех мускатных сортов они все хорошие, они все вкусные. Но Виктория это самый вкусный и самый тонкий аромат. По болезням, по возреванию лозы вопросов к ней никаких нет. Он уже... Процесс пошел и пошел достаточно хорошо. Аркадия, наша любимая трудяшка. Какие бы ни были тяжелые годы, какие бы ни были природные катаклизмы, Аркадия всегда будет с урожаем. Конечно, в прошлом году мы снимали гроздик 1,6 кг. Вот в этом чуть скромнее, но в любом случае, вот эта гроздь будет больше килограмма. Именно эти грозди я вам как раз показывала в видео, когда мы говорили о нормировке. В полном созревании Аркадий имеет легкий мускатный аромат, но часто люди не находят этот аромат. Почему? Сорт характерен тем, что у него очень рано уходит кислота. В конце августа кислоты уже нету, и поэтому кажется, что ягода созрела. Ее съедают, но в это время... Да, кислота ушла, но аромат полностью ягодка еще не набрала. Ей надо повисеть. Висит на кустах очень хорошо. И даже в этом году, вот на 20 сентября, все полностью готово со всей своей полноценной ароматикой. Часто говорят, что Аркадия имеет проблемы с вызреванием лоз, но здесь все зависит от нагрузки. Аркадия сорт трудяшка. Вот какие гроздья она может выдавать, может выдавать и больше, и, соответственно, если ее перегружать, то, конечно, и лоза будет созревать плоховато. Как видите, крайний побег уже пошел вызревать. Также иногда бывают нарекания по болезням. Иногда, конечно, может подхватывать аидиум. Если вы проводите профилактические обработки, то эти проблемы вас минуют. Часто говорят, ой, старый сорт. Да, старый, но зато надежный, проверенный. Всегда даст урожай. А если чуть-чуть приложить усилия, то урожай будет очень и очень хорошим. Еще одна трудяшка. Лора тоже в этом году скромнее. Ну, были проблемы с опылением. В прошлом году максимальная гроздь была кило 200. В этом году, конечно, несколько мельче. Ну, тоже гроздь достаточно хорошая. Она уже, в принципе, готова. Хотя может долго висеть на кусте. Здесь я гроздь прорежу, убирала неопыленные ягоды. Поэтому они такие несколько растрепаны. Но зато натянули хорошую, полноценную, красивую, крупную ягоду. А вот гроздь, на которой неопыленные ягодки не убирались. Но она немножко имеет другой вид. По состоянию на 20 сентября уже полностью готова. Ягода хорошая, сладкая. В прошлом году была готова. Раньше ягода хорошо хранится. Единственное, что если мы закладываем на хранение, то вот приблизительно в таком вот состоянии желтой ягоды уже надо это делать. Потому что когда перебирает сахар, храниться будет немножко хуже. То есть срезать надо чуть раньше. Хорошо вызревает лоза. С болезнями тоже никаких проблем не возникает. По урожайности тоже прошлый год порядка 35 килограмм мы с куста сняли. В этом году будет чуть меньше, но тем не менее. Даже несмотря на все сложности, урожай очень хороший. Интрига. Ранее большие, крупные, красивые гроздья. Хорошая, крупная ягода. Всегда хорошо опыляется. Особенность. У интриги ранней кислота уходит резко и достаточно поздно. Поэтому кажется, что вот она висит-висит, не зреет ягода кислая. Потом раз, буквально в один день кислота ушла. И ягода приобретает очень приятный вкус сладкой, спелой вишни. Со временем, когда еще немножко повисит, этот вкус трансформируется в такую желтую медовую сливу. Очень-очень приятную и очень такой характерный вкус для этого сорта. Хорошо висит на кусте, хорошо сохраняется ягода. На 20 сентября практически готова. Еще буквально пару дней. Можно вообще полностью снимать, но можно дать повисеть, если пока что у нас есть еще что покушать. Хорошо вызревает лоза, но по устойчивости к заболеваниям, стандартных обработок будет более чем достаточно. Армани, сигналки, первое плодоношение. Достаточно хорошее опыление прошло. Крупная ягода, да, гроздочки скромноваты. Могут достигать и полутора килограмм, но для этого кустику надо, конечно же, набрать свои силы. По срокам созревания первой половины сентября сейчас чуть-чуть ароматика ему еще добрать. Ягода очень хрустящая, приятная гармония сладостей и кислинки. И потом остается такое приятное карамельное послевкусие. Хотя во многих описаниях можно встретить, что первые годы Армании по вкусу может быть не очень. По внешнему виду ему надо время, чтобы разогнаться. Но, честно говоря, даже в первое плодоношение ничуть не разочаровало. Скорее даже преподнес приятный сюрприз, зная вот это описание. Потому что и внешний вид хороший, и вкус тоже хороший. По болезням стандартной обработки, но с вызреванием лоз проблем нет. На 20 сентября на 2 метра лоза уже вызрели. В памяти учителя сигналка первое плодоношение. Хорошая крупная ягода. Конечно, гроздочка мелковата, но что хотеть от сигналки. По срокам созревания сорт ранний у нас должен быть в начале сентября. Но с учетом первого плодоношения, с учетом сложной весны, вот еще чуть-чуть ему надо повисеть. Очень приятная хрустящая ягода гармоничного вкуса. Но я бы сказала, что там есть какой-то легкий аромат. Но, конечно, когда она полностью дозреет, это будет чувствоваться лучше. Пока что это такой просто очень приятная хрустящая ягода. Куст обладает большой силой роста. И единственное, что следует сказать, что когда куст молодой, надо ему немножко помочь с вызреванием лозы. Донские зори. Кустик молодой, поэтому урожай пока что скромный. Но очень такая красивая ягода, красиво светится на солнце. На самом деле гроздь в среднем у нее должны быть грамм 700. Но у нас чуть скромновато, ничего дотянет. Сейчас на 20 сентября практически готово. Можно немножко еще недельку какую-то повисеть при хорошей погоде. В норме будет полностью готов на второй неделе сентября. Что касается вкусовых качеств, ягода очень хрустящая. При этом в описании везде фигурирует гармоничный вкус. Никакой не гармоничный. Не, он, конечно, гармоничный. Но тут явно выраженный мускат присутствует. Очень такая приятная кислинка. Возможно, она потом будет уходить. Но сейчас все уже при нем. И сахар, и легенькая кислинка, типа как в леденце барбариске. И хороший мускатик. С болезнями вообще никаких вопросов нет. Ну, возревание лозы уже пошло. Красотка. В этом году слабоватый кустик. Но на удивление очень хорошо опылилась. И хоть гроздочки мелкие, но зато ягодки здесь одна в одну. Такой красивый переход цвета от розового к темному. Красотку часто ругают за то, что она трещит. Но, как видите, здесь ни одна ягода не треснула. Ни одну ягоду я не убрала. Если не хотите, чтобы был треск, о кусте надо немножко позаботиться. И тогда таких проблем особо возникать и не будет. Вкус у красотки очень яркий и запоминающийся. Я бы сказала, что с какими-то нотками чернослива. Очень насыщенный, очень яркий. В норме она созревает конец августа, начало сентября. Она уже должна быть готова. Но в этом году она очень поздно цвела. Она вообще цвела самой последней. Мы думали, что ничего с красотки не будет. Однако вот 20 сентября, пару дней повисит. Можно уже съедать. Ягода готова. Но, единственное, опять же, за счет того, что кустик был слабоват, возревания лозы еще нет. Но это поправимо. Здесь можно немножко кусту помочь и списать все на плохой год. Байконур. Первый сигнальный урожай. Смотрите, очень большие ягоды. Очень крупные, такие удлиненные. И достаточно большая гроздь. Хотя, конечно, я думаю, что она где-то полкилограмма будет. Может и до килограмма дотягивать. Вот такие гроздочки. Характерно то, что могут в грозде ягоды окрашиваться неравномерно. Сорт ранний в норме должен созревать у нас с начала сентября. Вот эта сигналочка на 20 сентября практически готова. Очень приятный, хрустящий, гармоничный вкус. Лоза вызревает хорошо. По болезням устойчивость тоже хорошая. На этом я с вами прощаюсь. Наш обзор завершен. Но чуть позже еще выйдет обзор по более поздним сортам, которые у нас находятся в тепличке. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. И мои контакты. До новых встреч!